Здравствуйте, любители пошаговых стратегий и умных игр! Вы слышите Алексея Халецкого, и это обзор на игру For the King. Если описывать эту игру в двух словах, то партийный рогалик. Кто не в курсе, что такое рогалик, объясню это сленг от roguelike, то бишь рог-подобные игры, и, зачитая из Википедии, и характерными особенностями классического рогалика являются генерируемые случайным образом уровни. Это в For the King есть, пошаговость, несомненно, есть, и необратимость смерти персонажа. В случае его гибели игрок не может загрузить игру и должен начать её заново. Это практически есть, но с некоторыми особенностями. Естественно, For the King не такой хардкорный рогалик, как Адом или Дворф Фортресс. Это весёлый, с такой цветастой полигональной графикой, развлекательный рогалик, больше скорее похожий на King's Bounty. Единственное, что вы тут не собираете армии из монстров, а управляете только тремя персонажами, если играете один, или по одному персонажу, если играете в компании с друзьями. Причём партийная составляющая здесь повеселее, чем сольная, потому что и игра динамичнее как-то происходит, и вы между собой общаетесь, и, как правильно кто-то заметил во время моего стрима, For the King очень хорошо позволяет подтянуть ваш иностранный язык, потому что в него большинство играет иностранцев, и вам придётся с ними коммуницировать, скорее всего, на английском. Я показывал вам в одном из стримов партийную игру вместе со мной, участвовали Siberian и Divinorum, и незаметно 5 часов пролетело. Если вы хотите увидеть геймплей, то вот найдите этот Steam, ссылка на него появляется в верхнем правом углу, либо в описании к этому видео. В общем-то, плюсы For the King являются одновременно его минусами, потому что игра в понимании очень простая, это не значит, что она лёгкая в прохождении, об этом опять же чуть дальше, но сложностей с тем, чтобы в ней разобраться, у вас точно не будет. У вас всего три персонажа, действуете вы ими по очереди, каждый ход персонажу выпадает определённое количество клеток пройти, вам в течение времени надо выполнить определённый квест, а также вы попадаете в битвы, в которых, опять же, у персонажей буквально 2-3 действия возможных, из которых 2 — это удары, и одно действие — это сбежать из битвы. Ну, ещё там, конечно, можно травы всякие применять, улучшалки, ухудшалки соперникам, ну, это в процессе уже развития персонажа. То есть, с одной стороны, в For The King нету особо каких-то стратегических глубин, а с другой стороны, это действительно весёлые приключения получаются. И всё как мы любим. Пошаговое, есть и тактические бои, и есть развитие персонажей. Более того, здесь игра построена так, что вы с первого раза какую-либо карт не пройдёте. Да, я забыл отметить, что на данный момент после релиза доступно как бы 3 карты приключения, каждая с разным набором квестов и с разными условиями, но глобальная история в каждой этой карте одна, и она повторяется. Правда, сами карты, естественно, каждый раз, каждую партию генерируются заново. Так вот, вряд ли вы пройдёте любую из этих карт с первого раза, если, конечно, вы не играете на самой лёгкой сложности. И вам по мере прохождения будут выдаваться эдакие книжки, с помощью которых вы сможете открывать всё больше контента, который будет появляться в ваших следующих прохождениях и будет помогать победить монстров или разгадать загадки. Сложно сказать, правильный ли это дизайнерский ход, но, как минимум, этот контент не продаётся дополнительно. И это очень правильно. То есть, например, вам сразу недоступны все классы персонажей, а только 4, по-моему. Учёный, Охотник, Министрель и Кузнец. Потом, вот собрав эти книжки, например, ну, не пройдя один из уровней, вы сможете открыть ещё несколько персонажей. Они более сильны или универсальны. На самой карте, естественно, вы не только боретесь с монстрами и выполняете квесты. Там могут быть ещё и испытания на какие-либо характеристики вашего персонажа. Вы можете заходить в подземелье. Подземелье представляет собой отдельные такие несколько мини-битв, в которых вы можете либо умереть, либо... А, даже сбежать вы не сможете оттуда. Так что, либо пройти до конца, либо умереть. Да, здесь имеется рандом, но он, слава богу, не такой суровый, как в некоторых других пошаговых играх. Не буду называть их, но я думаю, все знают мою любовь к XCOM. А система необратимости и смерти персонажа тут сделана несколько по-другому. Так как персонажей три, то на самом деле каждому из них доступна как минимум одна возможность возрождения. У вас в начале игры будут таких три сердечка справа, сверху. Персонаж умер, вы его возрождаете и теряете это одно сердечко. Когда все три сердечка потеряны, вы уже не сможете возрождать персонажа, и в итоге они когда-нибудь да все у вас умрут, и вы проиграли. Другая механика, которая нас заставляет бегать по карте и которая лично мне не очень нравится, это счетчик хаоса. То есть через определенное количество ходов добавляется такой черепок на счетчик хаоса, монстры становятся сильнее, но выполнив квест, вы этот счетчик уберете. То есть разработчики нас заставляют бегать по карте и выполнять определенные сюжетные квесты, а не только прокачиваться, чтобы потом пойти и всех вынести. Я не очень доволен такой системой, потому что я не хочу бегать сломя голову, мне нравится действительно ходить и прокачиваться. Меня не волнует, что соперники в определенный момент могут стать намного слабее меня. Мне наоборот это нравится, вот я прокачался такой классный парень. Это мне напоминает чем-то таймер из второго Икскома, который тоже дико раздражал, заставляя бежать сломя голову и попадать в ловушки инопланетян. Этот обзор выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru. Несмотря на то, что партии там длятся месяцами, к любой из них вы можете присоединиться в любой момент и совершенно спокойно развиваться на уровне со старыми игроками. Загляните на сайт console.war.ru. Но еще раз повторюсь, что в полную меру игра раскрывается именно в кооперативном режиме. Зачитаю вам, например, один из отзывов в стиме. Пошли играть втроем с друзьями, вроде все шло по плану, убивали злу, уничтожали хаос, выполняли квесты, но в один момент, когда мы плыли на корабле к очередному зданию, на нас напал кракен. Этот гребаный мутант мало того, что расфигачил мой корабль, купленный на мои с трудом заработанные деньги, так еще и раскидал нас с пацанами в разные части карты. С этого момента все пошло не по плану. Мы решили, что я должен выжить на острове, на который меня закинуло, и ждать, пока они накопят на новый корабль и заберут меня. Но все вышло иначе. Они вдвоем слились, решили возродиться, пожертвовав частью опыта, но возродились в городе, расположенном посреди океана, и не могли выбраться оттуда. У меня же все пошло намного лучше. Купил корабль, забрал их, и мы все-таки поплыли на задание. Отличная игра, экшен так и прет. Действительно так, то есть здесь нету ощущения, что все мы все сделали, как бы зачистили, можно расслабиться. Тут реально постоянно что-то происходит. И это, ну, видимо, из-за общей стилистики визуальной и красочной картинки оно не воспринимается напряжно. И еще раз повторюсь, рандом даже не раздражает. Хотя постоянно я восклицал, да блин, почему не попал, или как же он увернулся. Но промахи тут не расстраивают. Это как часть такого фана и развлечения от игры. Кстати, я сам на эту игру совершенно случайно наткнулся. Вы же понимаете, что выходит очень много игр, и ко многим инди-разработкам относишься с некоторым скепсисом, и меня привлекла именно графика изначально. Это полигонально, она очень необычно выглядит. Правда, опять же, в комментариях к стриму мне писали люди, которым она не нравится, но в оригинальности ей точно не откажешь. Так вот, из-за того, что это инди-разработка, сейчас игра, например, стоит всего 435 рублей. Это, по-моему, вообще очень маленькие деньги для подобного развлечения. Я в течение всего обзора пою дифирамбы For The King, но, естественно, игра не шедевр. Это, скорее, ладно, скроенный рогалик с оригинальным внешним видом. Много времени вы в ней точно вряд ли будете проводить, но периодически в неё возвращаться интересно. Хотя, знаете, вот я сказал, что For The King похожа на King's Bounty, а сейчас думаю, что даже скорее на японский RPG. Многие, кстати, жалуются на проблемы с балансом в игре, что во второй половине начинаются, скорее, не прохождения, а выживания. И соперники выбрасывают какие-то нечестные уже цифры, в то время как наши парни всё больше промахиваются и не выполняют того, чего от них хочется увидеть. То есть, если подвести итог, то из главных минусов я бы отметил постоянную повторяемость сюжетных квестов, несбалансированную сложность, то, что игра заставляет торопиться, а не просто ходить по карте и спокойно её исследовать и зачищать. И местами всё-таки, особенно когда вы прокачаетесь, нечестный рандом. В плюсах приятная оригинальная графика, For The King вы ни с чем не спутаете, игра затягивает, в кооперативе тем более, разнообразные враги, разнообразные события, каждый раз новая карта, более... с новыми местами, которые вы откроете в лавке приключений, даже более-менее вменяемый русский язык. Хотя здесь он не особо важен, честно говоря. Так что я игру рекомендую, просто с некоторыми оговорками. Если вы ещё не понимаете, всё-таки интересно вам будет в неё играть или нет, то ещё раз отправляю к моему стриму по этой игре. Я же получил от For The King удовольствие. На этом всё. Загляните на consolewar.ru и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я тот, кто сделал это видео. И, пользуясь случаем, хочу вас попросить не забыть поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео с друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok